Я рад приветствовать вас на телеканале «Инпакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Знаю, что этот вечер будет хороший, приятный, благословенный вечер для нас здесь в студии, также для вас в ваших домах. Поэтому, друзья мои, я рад предоставить своего друга, пасторя Павла Распатнюка. Пастор Павел, приветствую. Приветствую. Спасибо за приглашение, пастор. Ну, для нас это, во-первых, радость для меня и честь, и благословение для зрителей. Слава Господу. Очень приятно быть здесь и служить Словом Божьим. Слава Богу. Как служение? Слава Господу. Что Господь делает? Путь праведника, как лучезарное светило. Должен быть. Светлеет более и более. Что Господь делает? От славы, от силы в силу. Более понимая, что в христианской жизни нет такого, что вот я уже верующий долго, я уже все знаю, я уже все понимаю. Сколько живешь, сколько читай Библию, сколько молись, вникай в учение. Занимайся с ним постоянно, делай свое звание христианское более твердым. Потому что время последнее, трудное время, нужно быть готовым во всеоружии Божьем, облеченным. И спасти себя и семью, и другим помочь. Ты по натуре оптимист, по-моему. Пессимизма очень мало в твоих речах. Ну да, да, конечно, да. Несмотря на все, что как есть, да. С Богом мы всегда на стороне выигрышной. Точно. Да. А мы никогда не прогорим с Господом? Никогда. Может быть, в долины проходя, может быть, зачастую какие-то, где-то что-то болит, где-то что-то там плачется или колется, но тем не менее никогда не прогорим. Никогда, пастор Юрий, что я начинаю больше и больше понимать, что даже когда трудно, кажется, где Бог, кажется, что Бог молчит, вопросов много у нас может быть, но никогда не потерять, сам себе говорю, не потерять упование на Бога, не потерять веру. Даже если тебе непонятно, даже если ты не знаешь, не видишь, уповай на Бога, молись Богу. Не старайся в своих умствованиях плотских, как бы, ну, найти решение, а упование полное на Бога. И Господь я от Своего слава. Держаться Господа всем сердцем, всеми силами, только на Него, Господь, Ты с нами. Смотри, трагедия даже, которая произошла в Техасе недавно, когда 26 человек застрелил этот одержимый бесами, к сожалению. Он, оказывается, еще и атеистом был. Сказали, что он был безбожным и атеистом. Так, 13 детей застрелил, полутора лет ребенку застрелил, ходил и просто стрелял и прочее. Так вот, когда интервью пастор давал, кстати, пастора с женой не было как раз, они пропустили, где-то они были на выезде. То есть, смертельная чаша их миновала, но он бы застрелил их. Но их сын, по-моему, погиб. Дочь. Или дочь, подросток. Приемная дочь, 14 лет, застрелил ребенка. И вот, когда он давал интервью, там было установлено буквально сотни камер, буквально десятки, сотни микрофонов смотрели на него. Он говорит, я не знаю, почему это произошло, но я знаю, что Бог в контроле. Это самое главное. Господь контролирует себя. А я знаю, Искупитель мой жив. Особенно в таких ситуациях, которые случаются, легко потерять веру в Бога. Да. Легко усомниться, допустить мысль, а где Бог, а почему, а как? И атеисты, и неверующие люди, они вооружаются сейчас. Они вооружаются. Но вот верующим людям среди всего этого уповать на Бога. Да, непонятно, не знаем, Бог знает. У нас нет ответа. То, что не знаем сейчас написано, уразумеешь впоследствии. Но не пытаемся уходить, написано то, что недосягаемое, недоступно нам. Придет время мы все поймем, но на земле здесь вот не поколебаться, но стоять в эре. Ты знаешь, на прошлой неделе мы возвратились с Израиля. Да, да, да. Если можешь, расскажи немножко о поездке, это свежее впечатление. Свежее впечатление. Как там святая земля, Палестина. Святая земля стоит. Гора Сион непоколебна. Слава Господу, да. Так как и вселенная тверда и непоколебна. Аллилуйя. Так как и имя Господа, оно великое имя. То есть Израиль стоит, паломников тьма. Особенно вот эти месяца, начиная где-то август, когда идет чуть на спад, чуть-чуть идет жара. Это август, сентябрь, октябрь, ноябрь до декабря. Потом идет на спад. Но вот эти вот четыре месяца очень активно, особенно октябрь, ноябрь, это два самых по численности паломников. Отовсюду паломники. Что интересно, к сожалению, мне задают вопрос, как там евреи. Вот, по-моему, с родителями сегодня я беседовал. Паломники говорит, как евреи каются. Нет, евреи не каются. Если в год один или два еврея покаятся вообще, когда мы говорим покаятся, это принять мессию. Да. Так мы понимаем. А если один или два покаятся, это хорошо. В основном наши церкви, они наполнены, наши русскоязычные церкви, они наполнены молдаванами, украинцами, россиянами. Очень много украинцев. После того, как Израиль открыл безвизовую границу для украинцев, туда хлынули тысячи, десятки тысяч молодых людей работать. Работать. Они везде работают, черно-рабочие. Они моют посуду, убирают, моют полы. То есть, ну, Израиль – это средоточие. Это средоточие всего, как мы понимаем. И особенно, друзья, если вы не видели наш репортаж, вот буквально на прошлой неделе, на этой неделе мы повторяли. Возможно, мы где-то будем повторять. Мы с Иллионской горы говорили о том, что там, где Христос на Иллионской горе сказал свою знаменитую, одну из последних проповедей относительно знамений последнего времени, 24 глава Матери. Точно таким образом он возвратится снова же на Иллионскую гору. И уже с Иллионской горы написано, он войдет золотыми воротами. Воротами в Иерусалим. На сегодняшний день золотые ворота, они закрыты. А у Стены Плача стоят правоверные евреи, так называемые, и они, так сказать, совершают свои молитвы. Паломники туда тысячами, миллионами у этой стены. Нашумевшая картинка, когда президент Трамп тоже молился у этой стены. Протянул руку, положил там какие-то свои молитвенные нужды. И, кстати, мы молились у вас, друзья, те из вас, которые просили, потому что я делал объявление и писал в ньюслеттер, что мы будем молиться в Иерусалиме. Да. Господь слышит нас везде, и даже в ночи, и даже у твоей койки, и у больничной койки, в больничной палате, и даже во львинном рву Бог слышит. Но что-то есть особое, вот когда наши люди просят, чтобы мы молились именно то ли на Иллионской горе, то ли у стены Плача, то есть мы молились о вас, друзья. Слава Господу. Ну, жив Господь. Аллилуйя. Жив Господь. И я говорил, беседуя с друзьями в Иерусалиме о том, что чуть-чуть поговорят за Украину и перестанут. За Молдавию чуть-чуть поговорят. За Молдавию вообще не говорят. Ну, за Россию чуть-чуть. Но так как постоянно на слуху у всех Израиль, это уже на протяжении десятилетий. И что интересно, пастор, что интересно, что очень практически за последние пять лет, это статистику читал, за последние пять лет, аккредитацию мировые СМИ знаменитые, мировые, со всего мира, европейские, ближневосточные, американские, североамериканские, потом с Латинской Америки, получают множество аккредитаций в Иерусалиме, в Израиле. Такого раньше не было. Удивляются все. Почему все мировые СМИ, я уже не говорю за ABC, за CBS, NBC, всякие PBS, всякие CNN, и Fax News и прочее. Я говорю, за все остальные, они тысячами получают аккредитацию. То есть... С чем это связано? Скажу, с чем связано. Потому что в Израиле все начиналось, и в Израиле все будет оканчиваться. И поэтому они хотят показывать то, что будет происходить, и уже происходит, они хотят показывать в прямых эфирах. И мне задают вопрос, неоднократно задавали вопрос, можем ли мы иметь своих пресс-корреспондентов в Израиле. Я говорю, друзья, это дорогое удовольствие. Это очень дорогое удовольствие. И я говорю, я буду обращаться к нашим зрителям, чтобы иметь студию прямо в Иерусалиме. Оттуда просто вещать, прямые эфиры делать в реальном времени. Но это дорогое удовольствие. Вот поэтому это не было темой нашей беседы, но вот ты задал вопрос. Поэтому, друзья, стойте вместе с нами в этом важном деле, в проповеди Евангелия. Поэтому, но тем не менее, мы возвратились. Живы, здоровы, все хорошо. Да, да, да. Слава Богу. Такое время сейчас, что опасновато немножко и путешествовать. Постоянно эти слухи, эти новости. Там взрывы, там самолет упал. Там такое происходит, что и страх подкрадывается. Но мы, христиане, конечно, должны делать то, что Бог нас призывает делать. Несомненно. Потому что всегда, когда мы взлетаем или садимся, я всегда... Молимся. Молимся, да. Мы молимся всегда. Хотя чуть-чуть там шейкин-бейкин эти крылья. Ангелам своим заповедают о тебе, охранят тебя на всех путях своих. Это правда. Мы не видим ангелов, но это духи, которые действительно ополчаются, которые охраняют. Это не какая-то фантазия. Иногда я думаю, ну это в самом деле, это ангелы, они есть, они со мной, я их не вижу. Но ангел Божий, ангел-хранитель, он хранит Божьего. Ты знаешь, однажды мы летели, возможно, я и делился этим. Однажды мы летели, приближались уже к Денверу. Мы попали... Денвер, один из самых опасных аэропортов в Америке. Из-за завихрений, из-за этих... Там будет бросать тебя влево, вправо 10 метров, туда-сюда. И вот однажды мы в такой шторм попали. Кричал и стар, и млад. Вот когда ты слышишь, как кричат. Прямо кричат. Кричат. Это не крик. Восторга. Это крик ужаса. Одна женщина, по-моему, справа от меня, она в истерическом смехе начала смеяться. Я потом думаю, я прочитаю где-то, я прочитал, что когда смертельная опасность, у некоторых вот как выражение, выражение своей эмоций, некоторые плачут, некоторые там кричат, некоторые голову закрывают руками, а некоторые смеются истерически, вот она смеялась истерически. Так я к чему? Я к чему? К тому, что сидит около меня девушка лет 18. Я обращаюсь к ней, когда вот это все начало происходить, говорю, что вы думаете о Боге? Что вы, говорю, думаете о Боге? Она что-то мне ответила такое непонятное. И я понял, что там хорошая почва для евангелизации. Да, в курсе. В такой обстановке люди готовы, да. И тем не менее, под крыльями его будешь в безопасности. Будешь в безопасности. Жил Господь. Пастырь Павел, у нас будет тема с тобой сегодня интересная. Интересная. Мы более серьезно будем говорить на предмет того, что же является собой настоящее, полное евангелие. Ни чуть-чуть, ни четверть евангелия. Да. Ни три четвертых евангелия, но полное евангелие. Почему? Почему? Чем вызван такой вопрос? Вызван такой вопрос тем, что мы, к сожалению, глубокому прискорби, мы видим проповедь и преподается Евангелие в искаженном виде. Преподается только одна сторона, кем Бог является для человека. И что он делает. Что он много любит. Что благодать на всех покрывает все, всегда. Что достаточно тебе открыть единожды уста, там, 10-20 лет назад. Вот. И тебе место обеспечено в раю. Но мы видим в посвете Слово Божие, что это не полное евангелие. Это три четверти евангелия. Да. И мой вопрос также вызван был тем, что вчера, буквально в самолете, мне попало, на одном из христианских порталов, мне попала статья. Когда светская программа так шоу. Вот у нас христианское влияние. Да, да, да. А это на светском канале, там, на Эбиси, по-моему. Пастырю, известному пастырю, имя которого также на слуху, ему задали вопрос. Это были люди далекие от Бога, это были светские люди, те, которые интервировали его. Они безбожные, и даже некоторые, по-моему, были гомосексуалисты, эти женщины, лесбиянки. И они задали вопрос. Пастыр, они его, знаешь, что они сделали? Они его, ну, вызвали этим самым вопросом, они вызвали, заставили его, застали его врасплох. И я так понял, что он не ожидал такого вопроса. И она ему говорит, вот вы, пастырь, а что вы учите людей относительно абортов, и что вы учите людей относительно гомосексуализма? То есть спровоцировали его сразу. И его ответ, понятно, он взволновал не только меня, он взволновал очень многим. И после этого ответа, через несколько дней он вынужден был извиняться. Да меня не так поняли, да я извиняюсь, вот я там чуть-чуть. Но то, что в прямом эфире он заявил, то, что сказал, это не вырубишься. Пастыр христианский. Христианский, известная церковь. И песни этой церкви, они, Хилсон, они везде поют в наших даже церквах. Так вот, его ответ был, ну, Бог, Бога, которого я проповедую, это Бог любовь. Это Бог любовь, он любит всех. Я так думаю, правильно говоришь. Ну да. Продолжай. Но продолжай, тебе задали вопрос относительно абортов и относительно гомосексуализма. А он, вместо того, чтобы сказать, что Библия говорит, знаешь, что он сказал? Он говорит, это выбор каждого человека. Зачем я буду судить выбор каждого человека? Итак, 28-я знаменитая глава автор закона. Обетование благословений. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе я сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И перечисляет. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Если будешь, и снова если, 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 и затем мы доходим до 15-го стиха. Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться, не просто не будешь исполнять, но старание прилагать. Не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и не только заповеди, и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня. То придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И перечисляет. Пастор, чем обусловлены и обусловлено ли Его заповедя благословение? Обусловлено ли Его благословение? Или они, безусловно, так как Его любовь, безусловно? Видишь, пастор Юрий, дорогие телезрители, действительно, есть места в Библии, писания, которые говорят, что Бог не по делам нашим воздал нам, но как Отец милует свинов, так милует Бог боящихся Его, не по делам нашим воздает нам, спас нас не по делам нашим, но по своей великой милости. Создается впечатление, что дела не играют роли, что вот Бог милосердный, Бог добрый, благодать Его такая великая. И, в принципе, не так важно, как ты живешь. Бог знает, что я грешный, что я слабый, у меня нет сил с плотью справиться, с грехами моими. Он все равно меня любит, он меня принимает, он меня прощает, такой, как я есть, и продолжает меня благословлять. Но так ли это по Писанию? Так ли это на самом деле? Пастор Юрий, я вижу, что это опасное. Вот есть такое написанное у послания Кефесяна в пятой главе. Смотри, шестой стих. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это гнев Божий приходит на сцену упротивления. И перед этим он перечисляет блуд, всякая нечистота, любостяжание. Не должны даже именоваться у вас сквернословие, пустословие, смехотворство. И дальше, никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть, идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. И в контексте с этими стихами, он говорит, да не обольщает вас никто пустыми словами. В смысле, в контексте, это, я так понимаю, обольщать пустыми словами, это именно то, что ты говоришь. Что, ну, можно и блуд, и нечистота, и любостяжание, и тот грех, и тот грех, и пустые слова. Это, если обращается благодать в Божию, в повод к распутству. Как бы прикрываясь Божьей добротой, Божьей благостью, независимо, как я живу, Бог все равно меня милует, Бог меня прощает. И люди, не только, как ты прочитал, что придут на тебя все эти благословения, не только мы можем потерять благословения. Если мы христиане, и мы идем на компромисс с грехом и с плотью в своей жизни, даем место этому и думаем, ну, Бог как-то не зайдет ко мне. Но апостол Павел здесь пишет, что не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Люди, которые... Это он христианам пишет. Если христиане продолжают жить, оставаться в грехе, такие люди не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Это сыны противления. Это сыны, это люди, это, может быть, которые называются христианами, но они противятся Богу. Они говорят, что знают Бога, они призывают Бога, но сердце их, как Писание говорит, далеко отстает от Бога. И это сыны противления. И гнев Божий грядет. Это опасное положение. Если верующий человек заглушил свою сову и знает Слово Божие, и думает, что так может, потому что сейчас много таких проповедников, и большие церкви имеют, и аудиторию большую имеют, о благодати Божией проповедуют, но это учение, оно искаженное. Как будто немного правильно говорится, что Бог действительно добрый, Он милосердный, Он человеколюбивый, благодать, милость обширная. Но в то же время это преподносится в такой форме, что, ну, как дает повод тебе грешить, жить по плоти. Так как ты есть, Бог знает, что ты слабый. Даже они говорят, что Христос умер за твои грехи, прошлое, настоящее и будущее, и христианам не надо каяться. Слово покаяние относится к неверующим людям. Им надо покаяться, Христа принять. А христианин только верою должен ходить в прощении, которое Христос ему дарует. Как будто правильно говорится, логика есть. Не надо даже каяться, ты прощен в прошлом, в настоящем и в будущем. И человек расслабляется, он думает, что можно жить как попало. Но апостол Павел говорит, да не обольстит вас никто пустыми словами. Дорогие друзья, если такие учения переплетаются со священным писанием и преподносятся людям, это обольщение пустыми словами. Ты рекомендуешь уйти из такой общины? Ну, это очень серьезно. Это очень серьезно. Это ответственность, потому что если люди так слушают, и во многих даже христианских кругах в настоящее время слово освящение, покаяние, святая жизнь, они не популярны. Исповедание. Исповедание. Это религия, это традиции, это форма. Все так, как, так вот, как. Все можно. Все можно. И спасусь. Дорогие мои друзья, тесные врата, узкий путь, тернистый путь, путь распятия плоти, путь борьбы с грехом, освящения, полного освящения, быть святым, быть богоугодным Богу, только эти люди наследуют жизнь вечную. А те люди, которые пошире, посвободнее, и как будто в Бога верят, Писание говорит, не обманывайтесь. Можно обмануться, можно так себе внушить, что Бог такой, а Он не такой. Я, как написано в Библии, что они изменили образ Божий в образ, подобный человеку. То есть люди изменяют Бога, как Он есть, на образ, какой им подходит. Они Бога делают таким, какой им нравится. Ты знаешь, на прошлой неделе... Ну, это обман, да. Ты знаешь, на прошлой неделе, это в тему, на прошлой неделе я беседовал в Израиле же. Беседовал с одним американским пастырем, уже в возрасте, ему уже за 70 далеко. Он несет пастырское служение в одном из штатов Америки, и он мне говорит, говорит, я после Израиля, я в Украину лечу, там буду служить в церквах, и я говорю, ну, в чем основное вот, ну, ваше вот направление, какие основные вы несете вот истины, вот, куда Бог вас ведет Духом Святым. Он говорит, я против религии, я настолько против религии, я религии не признаю, я проповедую в шапке, в шляпе, вот, в ковбойской, чтобы показать, вот, что я нерелигиозный. Что я нерелигиозный, да? Да, что я нерелигиозный, да. Я его остановил, назвал его по имени, говорю, пастырь, я очень что-то попрошу вас. Вы улетаете послезавтра, говорю, в Украину, он говорит, да. Говорю, пусть Господь сохранит вас от того, чтобы вы в этой шляпе ковбойской проповедовали в славянских церквах в Украине. Вас не примут просто. Ваше слово не примут. Он говорит, о, рылы? Я говорю, и не из-за того, что это религиозные, это какие-то традиционные, забитые, затурканные славяне. А говорю, вы видите такие, видите, раскрепощенные американцы. Есть все-таки нечто то, как мы относимся к Слову Божьему. Мы, говорю, когда читаем, уже не говоря о том, чтобы за кафедрой стоять в шляпе или в ковбойской, говорю, мы, когда читаем, мы не читаем эту Библию дома, в квартире, мы не читаем, в шляпе, в шапке, в ушанке. Мы снимаем головной убор. Я, говорит, не знал этого. Я говорю, хорошо, что Господь меня поставил на вашем пути. Говорю, пастор, вы бы прогорели в Украине, если бы вы там показывали свои эти штучки. Это не пройдет. Это даже в православной церкви не пройдет. Пастор, я не так давно был в одной среде. Наши славяне, ну, как бы молодые, эти большие категории, которые от старших отделяются, говорят, они отсталые. Мы более современные христиане, мы лучше знаем. И пришло время на колени встать. Они так сидят, кто так встал, ну, такая раскрепощенная обстановка к молитве. Я на колени встал. И у меня такое впечатление, что они на меня смотрят, религиозный какой-то. На колени встал молиться. Типа, что ты неправильно что-то делаешь. Что я какой-то вот встал, и я религиозный, у меня какие-то традиции там все. Так это же в Библии, мы читаем, Даниил, три раза в день он склонял свои колени. Давид, говорю, в Санкт-Петербурге, поклонимся, припадем. И колени приклоним. Конечно, он падал. Павел на колени склонялся, да. Да, это в сердце, да, да. Они говорят, ну, это в сердце, это главное тут надо Бога, да. Но мы видим, что святые божьи люди, они и свое тело, они заставляли нагнуться, стать в такую позицию благовения. Как бы я ничто перед Богом. Он власть, он сила, он Бог. Я и тело свое перед ним нагибаю и на колени ставлю. Это в Библии, это есть написано, но вот такое сейчас есть, что даже на колени стать, это уже ты какой-то, ну... Смотрим, мы были в Иордании. Неправильно, да. Если ты был в Израиле, ты был в Израиле? Так, в Петре был в Иордании? Не был. Так вот, нас завезли в Иорданию, там где Петра, там где христиане, много веков назад ховались от римского этих преследований. И мы завели нас в ресторан, там покушать, наши гиды. Пришло время мусульманской молитвы. Да. Да они за нас все забыли. Да они попадали и совершают свои... Вот казалось, мусульмане, мы говорим, что это неправильная вера. Конечно, они на нас не смотрят. И не смотрят, и не думают, что ты думаешь. И они не думают, что мы... Смеяться будете или что там, да. Да, что нас надо обслуживать, мы же в ресторан пришли. То есть это какой-то в миниатюре, но какой-то пример того, что все-таки, глянь, нечестивые, нечестивые, безбожные. Или в заблуждении те, которые в ересь имеют, или поклоняются чужим богам, но делают это настолько, а мы, видите ли, уже расправили плечи настолько, что мы перед тем, которые дыхание и жизнь тебе каждый день дают. Каждый Божий день дает. Он, он. Это от него приходит. Почему мы, когда с женой мы молимся, и утром или вечером, всегда, обычно я всегда говорю, Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне дыхание сегодня пробудиться от сна. Аллилуйя. Потому что, говорю, многие не дожили до этой минуты. Он вседержительный. Он вседержительный. Мы им живем и движемся к Иисусу Существу. Продолжай, паспорт. Глубокое благовение, почитание Бога, дорогие друзья мои, и на колени ставят. Да, исполнение заповедей. Здесь многообразное все, но даже наше тело, мы ставим перед Богом правильную форму. И это нормально. Как ты думаешь, а почему Господь все-таки, почему Он так обусловил? Во-первых, Христос сам исполнял. Это мы видим по Писанию. Почему такие условия Он поставил? Что если. То есть все-таки условия если. Я думаю, что Он, какой Бог, написано в Библии, поступайте достойно Бога, который призвал вас в свое царство и славу. То есть, если мы Его называем Богом, если мы Его называем Отцом, и мы знаем Его суть, что Он святой Бог, что Он непричастный к греху, и Бог к своему народу, к тем, которые называют Его имя, Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Аврааму Бог сказал, ходи предо... Да, мы считаем, что Авраам был другом Божиим, что он так поверил Богу. Но Бог сказал, ходи предо мной, и что? Будь непорочен. То есть, отделись от греха, отделись от мира, живи святой жизнью, угождай мне, исполняй мои заповеди. Это нелегко. Плоть страдает, когда ты говоришь нет, когда ты отказываешь плоти, отказываешь плотским желаниям, когда ты каждый день умираешь. Это цена, которую христианин платит. Есть определенное страдание. Но вот именно почему полнота Божья пришла в жизнь Авраама, небо открылось, слава Божья, Бог с ним общался, Бог с ним говорил, как ты прочитал 28 глава. Книги Второзакония. Так будет тщательно исполнять. Вот Авраам, он тщательно исполнял. И написано, и придут все благословения. И Авраам жил еще до закона, но вот полнота Божьих благословений, она пришла в его жизнь, Бог и его благословил, и потомство благословил, и Мессия из его потомства. В такой благодати жил. Потому что человек, он боялся Бога, он ходил перед Богом, он свято жил. И мы читаем всю Библию, что люди, мы иногда думаем, почему в моей жизни нет благословений, такой полноте, как мы читаем в Библии. И это может быть одна из причин, что мы так думаем, что вот как-то, вот почему-то Бог не делает в моей жизни. Но вот с нашей стороны, это может быть препятствие, то, что мы не исполняем Божий заповедник. Липсалмопея говорит, я был, Давид, я был непорочен перед ним. Я остерегался, чтобы мне не согрешить. Видите, я остерегался, чтобы мне не грешить, чтобы мне свято жить перед Богом. И дальше говорит, и Бог мне воздал по правде моей. А как же, а не по делам же. Почему ты, Давид, так говоришь? Но я был непорочен, я поступал по его заповедникам, и Бог воздал мне по правде моей, по чистоте рук моих перед лицом его. И мы читаем, много есть и других мест, в Псалмах написано, кто на гору Господню зайдет, кто на святом месте стоит, кто будет близко с Богом, кто будет Бога слышать, кто будет Бога переживать, кто будет откровение о Боге иметь, кто ходит непорочно, у кого руки чистые, сердце неповинно, кто, там целый псалом перечисляется, этот, тот получит благословение от Бога, тот на гору Господню зайдет. Условия есть, да, а если так вот Бог, ну, как-нибудь, как попало, наперед вышел, музыка играет, чувства мои тронуло, так вроде бы покаялся человек, а вышел и продолжает то же самое делать. Нет, переудаляться от греха, распинать плоть, никогда-то, не в будущем, иногда христиане говорят, я не могу, я пытался, я не могу. Но это неправильно, это не по слову Божьему. Это в Ветхом Завете было, что люди, как бы они под буквой закона были, им гораздо труднее было. Но в Новом Завете пророки пророчествовали, и Бог говорил, что о рождении свящего, что я заберу от вас сердце каменное, и я вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в моих заповедях, и уставы мои исполнять будете. Это говорится о периоде церкви, о новом периоде. Мы имеем особую благодать. Именно в этом благодать, что Бог возродил нас свыше, что Он дал нам способность быть служителями духа, что мы можем жить по духу. У нас есть эта новая жизнь, у нас есть новый дух, у нас есть новое начало. Если мы духом, умиршлями, подавляем плоть, мы угождаем Богу. Если верующий человек говорит, я не могу, я слабый, плоть сильнее моя, нет, это не по Писанию. Да, мы немощные, мы слабые, но апостол Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И если Слово Божие говорит, грех не должен господствовать. Да не царствует грех в смертном теле вашем. Это наша ответственность. Не так, что иногда люди, о, я пытался, я хотел избавиться от греха, но я не мог и перестал бороться. Если Бог хочет, пусть Он меня освободит. А я продолжаю делать то, что мне нравится. Вот ты как пастор. Это опасная ситуация. Это опасная ситуация. Нет, нельзя таких мыслей допускать. Расправить свои плечи. Я во Христе, я новая тварь. Я больше того, кто в мире. Больше дьявола, больше плоти. Может быть, как Голиаф, грех таким большим, сильнее кажется. Не могу справиться. И дьявол говорит, не можешь, продолжай жить так. Таковы и царства Божьи не наследуют. Так написано. Это не я прочитал. Да, Бог добрый, Бог милосердный. Но есть другая сторона, как бы сказать, медали. Бога открывать, что Бог есть. Справедливый, что Бог есть. Ревнитель, что Бог воздает каждому по делам его. Тоже и так есть написано. Что Бог гневается, страшно упасть в руки Божьего. Это все в Библии написано. Что Бог, он добрый, он милосердный, он долготерпеливый. Но если человек не обращается, не кается, это опасная ситуация. То есть, знаешь, я вот тебя слушаю. У меня было в прошлую субботу, буквально вечером было общение, целый ряд братьев было в одном из Штатов Америки. Да. И некоторые служители были. И я говорю, братья, я считаю, что наступило время и настало уже, когда главы семейств каждой, без исключения, главы семейств, они должны в рамках своих семей, в рамках, в кругу своих родных и близких детей, родителей, акцентировать внимание друг друга, не утешать друг друга тем, что в следующем месяце будет вечеря Господня. Да. И там надо будет два или три дня попаститься, поприготовиться. Да. Но мы должны искать Господа индивидуально, не только общее. Общность – это хорошо, церковь – это хорошо, собрание народа Божия – это правильно. Но индивидуально и личностно – это то, что будет гарантия, если я буду искать Господа, если я буду искать Его, если я буду… На личном уровне. На личном. Индивидуально. Личностно. Понятно, мы, как пасторя, мы приглашаем. Идите в церковь, братья и сестры, берите своих детей. Но сколько, к сожалению, в наших семьях, в наших домах, а я это слышу, ты не меньше это слышишь, везде, в разных… Да-да-да-да. В раз, где только, где только не слышишь об этом. В разных странах слышишь об этом. Это не только то, что привязано к Америке, что мы видим разложение. Это везде. Это просто везде. Приезжают служители из Украины, и мне говорят, братюра, охлаждение. Я говорю, такое охлаждение в народе. Охлаждение, опять же, материализм, вещизм, опять же, появились возможности зарабатывать много. Опять уже кризис ушел, опять возможность деньги делать. Да-да-да. Церква пустеют. И я говорю, а что вы делаете? Говорит, ищем Господа. Вопьем к Богу. Поэтому мой поинт какой? И мы об этом говорили, как я говорил в субботу, о том, что важно искать Господа лично, индивидуально. А помнишь, как Христа потеряли? Родители пошли и потеряли. Потому что думали, что Он идет с другими. Ибо думали, что Он идет с другими. И так можно потерять. Так можно сына потерять, дочь потерять. Что они идут с другими? Думали, что они на молодежном. Думали, отец не так давно, трое сыновей имеет, в одном из штатов. Со слезами рассказывал мне. Говорит, трое. И я говорю, братюра, мы же всегда ходили в правильную церковь. Мы же, говорит, к этим харизматам никогда и не хотели идти. Так он начал выражать. Со слезами. И говорит, мы же думали, что в нашей, как мы нас в деревне учили, вот так вот в этой церкви все таки ведется. И сыновья, наркоманы, ярко выраженные, говорит, мы не знаем, что делать. Мы просто не знаем, что делать. Откуда оно пришло? Мы же святые, ну, как родители. Я смотрю, и мне жалко. По-человечески жалко. Я же понимаю, вроде и молятся. Откуда оно взялось? Где эта трещина была дана? Где этот пробел? Где ошибка? В чем ошибка? Я говорю, знаешь что? Ну, мы можем за тебя помолиться, поддержать в молитве. Церковь может поддержать в молитве. Это правильно. Но если в семье, вот с женой, вот с самыми близкими и родными, которые видят эту пахубу, видят это проклятие. Трое сыновей. И уже взрослые. Если вы не соберетесь, как одно целое, и Богу не возопьете, если вы не начнете бить тревогу, в опуль стоять Бог, ничего. Раз подать записку, раз в месяц подать записку, братья и сестры, помолиться за меня. Этого недостаточно. Должен быть индивидуальный поиск Бога, глубоко смириться, глубоко покаяться, чтобы обрести Божье благоволение. Пастор Юрий, даже то, что мы сейчас об этом говорим, есть ли условия Божьи для благословений, Божьих даже в нашей семье, это тоже может быть причина, что взрослые люди, главы семейств, мужчины, забота, суета житей, забота, суета, обольщение богатством, потихоньку украдываться, и люди, христиане, удаляются от Бога, слишком занятые работой, прежде Царства Божьего не ищут, приходит духовное охлаждение, допускается грех в жизни, а враг наступает на детей, подрастают дети. И вот, как бы сказать, охраны такой нету, потому что нету святой жизни в семье, нету богоугодной жизни. И вот важно себя проверить, глубоко смириться, покаяться перед Богом. Испытайте себя, исследуйте себя, исправьте пути ваши. То есть, есть то, что мы думаем, что я просто как бы Богу сказал, да, Господи, да, а есть то, что исправить надо, есть то, что надо повернуться, есть то, что надо перестать делать, может быть, это телефон, может быть, это интернет, может быть, сейчас доступ к этому, к разврату, я слышал, многие мужчины, они как-то, один даже мужчина сказал, что, ну, да, ну, это моя слабость такая, что я там смотрю там порнографию, там все, ну, это моя слабость такая, ну, Бог же знает, Бог меня прощает, да. Так легкий такой подход. Нет, покаяться, оставить надо, допустим, если глаз соблазняет, верви, это серьезно, друзья, это не шутка, ну, у меня такая привычка, мне, ну, Бог знает, что, нет, к этому надо серьезно относиться, покаяться, остановиться, перестать делать, глубоко смириться перед Богом, призвать Бога, конечно, Бог хочет спасти детей и сыновей и может это сделать, но есть то, что может быть препятствие, как я сказал, что наше хождение, наши пути, грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, то есть наше хождение такое перед Богом, что Бог нам не может ответить, потому что мы неправильно живем, мы не исполняем его заповеди, почему апостол Иоанн говорит, чего не попросим, получим от него, почему, казалось бы, ну так не по делам же, а потому что заповеди его соблюдают, а потому что угодно перед ним делаем, а Христос разве не сказал, если пребудете в слове моем, и слова мои в вас, то чего не попросим, то же если, там же условия тоже, пасторы, мы совершим молитву сейчас, прямо в середине, Бог на нас, я это и себе говорю, пасторю, потому что такое окружение, особенно в Америке, среда, такое, как бы сказать, ну охлаждение мы видим, и ко всему доступ есть, и так легко расслабиться, и Господи, помоги нам, чтобы на нас, и на людей, такую молитву совершить, чтобы страх Божий нашел, чтобы нам убояться Бога, чтобы нам отвратиться от греха, от всякого, от всякой неправды, от всякой нечистоты, от сквернословия, от неправильных мыслей, от неправильных воображений, может быть, мы не читаем Библию, а телевизор много смотрим, интернет, у нас нет времени, или иногда хорошая работа, как ты говоришь, главы семейцы, одна женщина говорит, бизнес у нас, денег, ну сколько же у нас, все есть, уже детям машины купили, а дети не служат Богу, и жена мне говорит, а муж, он вообще с детьми почти не был, он постоянно на работе, он занятой работой, он зарабатывает деньги, конечно, нужно работать, нужно деньги зарабатывать, семью обеспечивать, но Бог на первом месте, ищите прежде Царство Божие, возрастать в Боге, укрепляться в благодати, молиться, исполняться Духом Святым, освящаться, и мы тогда в форме духовной, мы держновение к Богу имеем, просим, и Он слышит нас, Он слышит нас. Знаешь, Белигрейма однажды спросили, знаменитого Белигрейма, не так давно, он еще в здравии был, ему сейчас 98, или 99 лет Белигрейма, говорят, о чем ты более всего жалеешь? И корреспондент думал, что он ответит, ни о чем не жалею, такая жизнь прошла. А знаешь, что он ответил? Жалею, что с детьми мало времени проводил. Я так услышал, думаю, вау, смотри, и такая величина, и говорит, я жалею, что с детьми так мало времени проводил. И это действительно, это ты просто попал в десятку. Это попал в десятку ты. Ты просто от Духа Святого эти слова были сказаны. Насколько достаточно времени для одного, для другого, для бизнеса. А для детей нету времени. Уйдет это, уйдет влияние, уйдет положение. Некоторые в погонях за положение, за состоянием, за местоположением в среде общества. Да, да, да. Среди служителей, пастор, есть такое даже понимание, что я позабочусь за Божий дом, а Бог позаботится за моих детей. И видишь, как будто в этом смысл есть, да. Но это ты отец, ты мать. Есть то, что ничего заменить не может. Ты отец, ты. И оставляют семьи, оставляют детей, как будто во имя Бога, для Бога, ездят, путешествуют, других спасают. Я знаю такое. Смотришь, думаешь, боже мой, это ты в себе наведи порядок сперва. А получается, что семью пренебрегаем, нет времени для детей, для семьи. И, конечно, итоги дети по нашему вине, не по Божьей вине. Поэтому, если у нас есть дети, в Америке, у меня мальчик, 11 лет. Какого-то внук. Самый меньший сын. Я смотрю, особенно эти айподы, все вот это, на телефонах у них, там насколько всякое такое увлекательное есть для них информация, хоть и следишь, и все, и не позволяешь там сидеть. Но я стараюсь как-то с ним и на улице уже, и возраст такой, я говорю, он самый младший, уже не так много энергии с ним, но надо и мяча, и надо на велосипедах покататься, и на рыбалку поехать, и в собрании, и помолиться каждый день, Библию почитать вместе, все семьи собираемся, читай, сынок, читай Библию. И наставление дать. Наставление дать. Вот, читай, все стараемся, прилагаем все, что можем. Не так просто оставить его, пусть смотрит видео, пусть сидит там, а потом он подрос, 14-15 лет, он не хочет в собрании идти. Ты знаешь, что делает наш отец? Всегда, когда мы собираемся, то ли на какие-то общения, то ли родственные, вот что мне нравится, вот все. Вот, ну, мы же взрослые, и уже и служителя. Отец собирает, собирает всех, там, и внуки его, и дети, и их семьи все, наши семьи, и отец дает наставление, дает каждому из нас наставление. Слава Богу. Да, не то, что вот мы такие вот, видите ли, с расправлением, ну да, все знаем, все знаем, отец дает наставление, и обличает, и это правильно, и это правильно. Слава Господу. Поэтому для отцов это очень важно. Дети чувствуют, или ты истинный верующий, или ты фейк, просто так, ну, в религию играешь. Поэтому для отцов, я и себе это говорю, всем отцам говорю, каждый день, хоть иногда уставший, кажется, та, не хочется. Я слышал, один маленький, от другой семьи, у нас дома был, и я говорю детям, помолимся, почитаем Библию, помолимся, а этот мальчик говорит, а наш папа, он никогда не читает. Я ему говорю, «Dad, let you read the Bible, давай Библию читать». А папа говорит, «Уставший, времени нету с мамой». Друзья, и это такое может быть распространенное, что родители уставшие, и нету времени почитать Библию. Но я говорю, даже если мы уставшие, силы нету, хоть одну главу прочитать, помолиться, кажется, что и никаких чувств нету, не исполняешься духом в тот момент, ничего не чувствуешь. Все равно читай, хоть не чувствуешь. И вот это, если ты каждый день читаешь, каждый день молишься, может быть уставший, как ни есть, но на колени встали, помолились, и вот эта вера, она вселяется в детей. И это делает свою работу. Впоследствии мы пожнем, если не осталось. Давай мы встанем на ногу, и мы совершим молитву. Слава Господу. Слава Господу. Подойди сюда, пожалуйста. Господи, мы благодарны Тебе. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебе, Господь, за этот вечер. Слава Тебе, Бог. Мы благодарим Тебе за Твое присутствие, Господь. Аллилуйя. За Твое слово, за истинное, за спасение Твое великое, вечно живущее слово Твое, Господь. За благодать Твое, за любовь, за милость. Мы благодарим Тебя, что Ты не молчишь сегодня. За правду Твое, Господь. Мы благодарим, что голос Твой звучит так же через эти эфиры. Господи, Ты учишь, во-первых, нас. Нас первых, когда мы беседуем, Ты учишь нас лично. А затем после нас всех остальных, те, которые присоединились сегодня к этому эфиру. Господи, мы видим и плачущих отцов, и плачущих матерей. Мы видим разбитые семьи, разбитые сердца. И в духе мы чувствуем, что, Господи, это молитва направлена к такого рода людям. К такой категории людей, которые, Господи, как у разбитого корыта, подобно разбитому кувшину, как осколки разбитого кувшина. Господи, но сегодня это слово было к ним, что есть еще надежда. Не все потеряно в Твоем имени, Твое слово гарантирует. Оно гарантирует покаяние, оно дает силу, оно поднимает самое упавшее, самое уснувшее, ослабевшее, самое мертвое, животворит Твое слово. Господи, мы молимся за каждую семью с ней. Коснись. Твое прикосновение пусть сделают великие перемены, Господи. Восстанови, Господи. Восстанови, восстанови сегодня. Исцели больных сегодня. Господи, те, которые то ли в теле, то ли особенно в духе и в душе, те, которые парализованы духом, парализованы в душе, Господи, восстанови. Пусть будут воссоединены снова эти мосты между небом и между каждой семьей. Во имя Иисуса, Отец, мы просим Тебя, мы стоим в проломе за семьей. А, Господи, Боже, мы ходатайствуем, Господи, помоги, спаси, помилуй, прости, Боже. Может, никто за кого-то не молится сегодня, Господи. Отврати Твое гнев, отврати Твое негодование, Господи. Господи, прикоснись. Да превознесется милость над судом, Господи. Да придет Твое избавление, да придет Твое спасение. Именем Иисуса Христа мы разрушаем дела дьявола, семья народа Божьего. Именем Иисуса Христа мы противостоим всем хозьям, всем замыслам врага. Мы разрушаем, Господь Божий, и мы провозглашаем исцеление, избавление, восстановление. Да явится слава Твоя, да явится сила Твоя, Господь. Да увидят отцы, матери Твое спасение, Твое избавление, Твое славу, Господь. Помоги воспрянуть, помоги покаяться, Господь. Пусть Твое присутствие, пусть Твоя благодать, прямо сейчас, Господь Божий, явится в те места, Господь. Подними, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Ты живой Бог, Ты действуешь, и Ты являешь Твою славу. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Слава Господу. Слава Господу. Жив Господь, жив Господь. Аллилуйя. Жив Господь. И ты знаешь, в чем сила христианства, в отличие от всех других религий и деноминаций. Вот если мы говорили сегодня за ислам, ислам, он загоняет человека в страх, он загоняет в землю, он загоняет в безвыходность, и он не дает выхода. Ислам рисует Аллаха своего, нарисовали этого лже-бога, нарисовали такого постоянно наказывающего, постоянно гневающегося, постоянно во гневе и в ненависти к человеку. Это такой Аллах. Да, да. Но, когда мы говорим о нашем Господе Иисусе Христе, мы показываем Бога любви, Бога, который может простить, Бога, который может омыть, Бога, который может исцелить и поднять снова, снова, снова. Разве слабые не встают, разве падшие не встают? Аллилуйя. Даже семь раз упадет и встает. Аллилуйя. Для чего мы это делаем? Мы это делаем с одной единственной причиной, и нет других мотивов в наших речах. Нет других мотивов. Для того, чтобы все-таки взбодрить дух, для того, чтобы заострить внимание, что все-таки есть надежда. И в яме, и в темнице, и в этой долине, и в этой глубине. В любом из падений есть надежда, есть все-таки выход. Аллилуйя. Даже там, где нет выхода, есть все-таки в имени Иисуса есть выход. В Его слове. Это слово, которое животворит. Аллилуйя. Почему ты говоришь, даже когда вечерами якобы и силы большой не чувствуешь, якобы нет, и голосов с небес не опускаются в твой дом. Но оно животворит. Прочитал главу, как-то, и вы решили несколько стихов, и как-то вот... Я жил. Я жил, да. Я жил. Аллилуйя, слава Богу. Жив Господь. Жив Господь. Это почему написано? Прилагаю все старания ваши, дорогие наши друзья. Действительно, Бог наш есть любовь. Он есть милосердный. Он есть... Написано всякое доброе даяние. Да. Благо всякое. Спасение. Что такое Божье спасение? Это всеобъемлющее благо, которое исходит от престола Божьей благодати. На все сферы наши нужды, и духовной, и телесной, и душевной, Бог есть благий. Он милосердный. Он человеколюбивый. Если Бог даже обличает человека, призывает к покаянию, не для того, чтобы погубить человека, а для того, чтобы человек покаялся, чтобы он обратился. Написано где-то у пророка, что Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Бог говорит, я не хочу, чтобы грешник погиб, но чтобы обратился от злого пути своего. И покаялся, и служил мне. Это что Бог хочет. Бог есть добрый. Он милосердный. И если мы каемся, написано, если исповедуем грехи наши, он, будучи уверен и праведен, просит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправды. Поэтому очень важно, даже если мы верующие, и много лет верующие, но если нужно покаяться, мы каемся, мы говорим, Господи, прости меня, помилуй меня. И Господь прощает. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И Он говорит, грехов и беззаконие твоих не воспоминя, но более. Слава Господу за это. Такой Бог наш есть. Но если мы, как бы сказать, упорствуем, если мы знаем правду, знаем истину, если получили познание истины и произвольно продолжаем грешить. Ну вот продолжаю жить, нескоро, написано, совершается суд Божий над делами человека. И человек как-то расслабляется, продолжает грешить. То если мы получили познание истины, продолжаем грешить, то дальше написано, что если мы продолжаем решить, и не каемся, то и кровь на нас не действует. Не остается более жертвой за грех. Почему? Потому что человек не кается, и для него спасения нету и прощения нету, потому что сердце уже закрылось, сердце уже стучилось. Ты знаешь, пастор Павел, как-то в беседе с кем-то из братьев говорят, братюра, как ты думаешь, в каком периоде церкви мы живем? Я говорю, я вам скажу. Сразу ответил так, like that. Это в том периоде, когда написано, когда же жених замедлил. Вот по всему видно, по знаменям последних дней, последнего времени, что жених замедлил. По какой причине? Понятно, потому что еще много неспасенных. Понятно, что еще несутся молитвы о своих родных и близких, и из земли к небесам несутся миллионы молитв. Но мы живем в периоде, когда жених замедлил. Вот он должен был уже прийти, но замедлил. По молитвам, потому что церковь еще не готова, потому что еще есть неисполнившиеся пророчества относительно Израиля. Но жених замедлил. И поэтому, друзья, когда он придет, мы не знаем. Но за некоторыми он может прийти прям сегодня ночью. Дыхание остановилось, и все. Прямо сегодня. Будьте же готовы на всякое время. Во всякое время. Потому что не знают. Не знают. Не знаем конца своей жизни, не знаем дня пришествия, часа пришествия. Поэтому важно, почему Иисус много раз говорил, когда был на земле, бодрствуйте и молитесь. Смотрите, чтобы в искушение не упасть. Апостол Павел говорит, перестанем спать, как проще, но будем бодрствовать и трезвиться. Поэтому даже если замедлил жених, и такое время, что многие уснули, расслабились, очень важно все старания предлагать трезвиться, бодрствовать, молиться, спасаться. Спасаться на гору, чтобы нам не подвергнуться одной участи с неверными. Друзья мои, мы знаем, что это правда, что две вечности, те люди, которые Христа приняли, которые покаялись в своих грехах, которые исполняют заповеди Божьи. Написано, любовь к Богу состоит в том, чтобы мы исполняли Его заповеди. Люди боятся Бога, ходят путями Его тщательно, как ты прочитал, стараются исполнить все то, что Бог заповедовал нам. В точности стараются исполнить заповеди Божьи. Эти люди спасутся, а пойдут на небо с господством. А те люди, которые дали место греху в своей жизни, как здесь написано, и любовь сержания, и блуд, и неправда, и сквернословие апостол Павел говорит, что таковое Царство Божие не наследует. А я же верующий, я вроде в Бога верую. Нет. Нет, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие. Но исполняющий. А исполняющий волю Отца моего небесного. А это не просто, друзья. Я сам, вот, чем старше стою, и понимаю, что вот мы как-то мало ударения на эту сторону делаем, что вот сам этот процесс освящения, распятия плоти, подавления плоти, хранить свои сосуды в святости и чести, тела свои сосуды в святости и чести. Апостол говорит, что мы в прошлое время предавались похотям, нечистотам, помыслам, изличеству пищи, пятии. А теперь все отложите. И вот все это отложить, и помыслы, и похоти, и распинать плоть. Это непросто. Даже если мы духовные, каждый день это борьба, это старание написано, страдающий плотью перестает грешить. Ты страдаешь, когда ты отказываешь себе. И в том, и в том, и в том. Плоть страдаешь, но есть благословение, есть награда, есть благословение от Господа. Поэтому для нас это очень важно. И мы на этой ноте, что есть награда, мы ее окончим. Аллилуйя. Мне подсказывает, что пришло время. Слава Господу. Давай на следующей неделе мы снова с тобой еще пойдем. Аллилуйя. Давай. Пастор, спасибо. Спасибо, пастор, за приглашение. Мы на мажоре окончили, что есть надежда. Аллилуйя. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Мы любим вас. И Бог любит вас. Иисус Христос любит так же. Будьте благословенны, оставайтесь с нами на импакте. Всего хорошего. Иисус Христос любит так же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok